Уважаемые дамы и господа, позвольте представить вашему вниманию доклад, совместно подготовленный морфологом и хирургом и посвященный взаимодействию этих двух специалистов при оценке результатов срочной биопсии. Три основных аспекта взаимодействия – это срочное исследование с целью верификации диагноза при выполнении эксцезионной биопсии, интероперационная оценка частоты краев резекции и оценка статуса сигнальных лимфоузлов при выполнении биопсии сигнальных лимфоузлов. На этом мы и сконцентрируем сегодня свое внимание. На данной схеме отражается роль эксцезионной биопсии в современных практиках. Это диагностический алгоритм, используемый для пальпируемого новообразования и применяемый в Институте MD Anderson, Техас. Схема достаточно загруженная, но на ней четко можно увидеть, что эксцезионная биопсия выполняется только когда были исчерпаны все диагностические возможности и была использована попытка верификации диагноза на догоспитальном этапе при помощи трепан-биопсии или в случае кистозного образования при помощи тонкоигольной аспирационной биопсии. Только при сомнительном результате хирург предлагает пациенту выполнение эксцезионной биопсии. Причем заведомо доброкачественные новообразования никто не подвергает хирургическому лечению. Аналогичная ситуация с непальпируемыми образованиями. Только при наличии обоснованных подозрений, выставленных специалистами диагностиками, специалистами-радиологами, выполняется стереотаксис биопсия и только в случае сомнительного опять-таки результата предлагается эксцезионная биопсия. Почему наши западные коллеги предлагают такие практики? Ведь на самом деле срочное исследование операционного материала достаточно точное. По данным исследователей, лишь в 10% случаев выполняется повторное хирургическое вмешательство по поводу ложно-отрицательного результата. На самом деле со срочным хирургическим исследованием связан ряд недостатков. Во-первых, отсутствует возможность адекватного предоперационного планирования. Когда хирург не знает, какой объем ткани он в итоге будет удалять, он не может оптимально спланировать вмешательство, обсудить с пациентом все возможные косметические результаты, выбрать наиболее подходящий подход. Вся эта ситуация является источником психоэмоциональной нагрузки для пациента. Женщина в 21 веке не должна ложиться на операционный стол, не зная, с чем она проснется и каков будет результат ее операции. К тому же незнание диагноза лишает женщину возможности психологически адаптироваться к факту того, что у нее злокачественное новообразование, принять этот диагноз и начать бороться с этим заболеванием. К тому же погрешности, которые всегда могут возникнуть, ошибки интерпретации, они могут привести к тому, что объем хирургического вмешательства будет недостаточным или наоборот избыточным. Например, представим ситуацию. При срочном исследовании морфолог дает ответ – карцинома инситу. Ни один хирург, практикующий, не будет уверен, что по результатам доработки этого срочного исследования не будет обнаружена инвазивная карцинома, а это потребует вмешательства на подмышечных узлах, к которому изначально хирург не был подготовлен. Первое исследование срочной биопсии было произведено в мире в 1891 году в клинике Холстеда патологом Велшем. И с тех пор до 80-х годов только этим способом определялся объем оперативного вмешательства непосредственно в операционной. В настоящее время частота выполнения срочных биопсий на молочной железе разнится в разных учреждениях. Например, в университете Чикаго в 2011 году было исследовано только 7 образцов ткани молочной железы, в то время как клиника МИО, одно из ведущих мировых учреждений, исследует все в 100% операционные случаи. В нашем институте в 2015 году срочная биопсия молочной железы выполнялась в 22,5% слухи. На этом слайде видно, что выполняли ткани молочной железы сигнальные лимфоузлы, исследовали края резекции. Надо помнить, что в сам метод заложены возможные ошибки, и по совокупности этих ошибок возможно вынесение неправильного заключения во время операции и тем самым нанесение поправимого либо непоправимого вреда пациентке. То есть совокупность ошибок накладывает ограничения на применение метода срочной биопсии. Какие ошибки? В первую очередь это ошибочный метод, выбор места для срочной биопсии. В срочи молочной железы место для биопсии выбирает в основном хирург. И для этого требуется очень хорошее знание макроскопической диагностики дифференциальной, лучистых, округлых и диффузных новообразований молочной железы. В этом случае очень важно не доверять исследовать препарат ординаторам либо лаборантам, что иногда случается. Следующие ошибки – это ошибки при приготовлении микропрепарата. Для того, чтобы получить хороший препарат, очень важно пользоваться современными приборами, потому что именно современный замораживающий микротом позволяет заморозить препарат очень быстро, что позволит избежать артефактов, и в то же время заморозить его для определенной глубины, глубины замораживания, что позволит изготовить качественный препарат. И, естественно, требуется опытный лаборант. Вот, например, ткань молочной железы состоит из жира и более плотных тканей, а температура хорошей резки жира – это минус 35 градусов, а температура, например, резки лимфоузла – это всего минус 20 градусов. И в таком случае, как приготовить качественный препарат, если это лимфоузел, окруженный жировой клетчаткой? Следующие ошибки. А, помимо этого, еще есть очень важное требование, которое нужно соблюдать, чтобы в замораживающем микротоме не использовались одновременно фрагменты ткани железы от разных пациентов, что, к сожалению, иногда бывает. Следующие ошибки, которые возможны – это ошибки интерпретации. Ну, в первую очередь, это зависит от морфолога, от его опытности. Всем морфологам известно, что интерпретация замороженных срезов несколько отличается от интерпретации обычных постоянных слайдов и требует определенного навыка. Помимо этого, еще и действует эмоциональный фактор. И часто на следующий день, рассматривая срочную биопсию, не понимаешь, что тебе было непонятно с ней вчера. Кроме того, врач, который задействован на исследовании срочной биопсии, должен иметь возможность консультироваться с самыми опытными специалистами в лаборатории. И у нас один старейший патолог нашего института говорил, что главное, чем должен обладать патолог – это быстрые ноги. Вот как выглядят на микропрепаратах инвазивный протоковый рак и радиальный рубец. Инвазивный протоковый рак и склерозирующий аденоз. То есть формально они достаточно похожи. Так выглядит дольковый рак и хроническое воспаление. Так выглядит дольковый рак и липогранулема. Так выглядит инвазивный протоковый рак и хроническое воспаление. При хроническом воспалении плазматические клетки могут полностью имитировать опухолевые клетки по форме, по размеру и складываться в такие же тяжелые цепочки, как рак. Для диагностики округлых образований, ну чаще всего это муцинозный рак и фиброденома, сложно различить папиллярный рак в кисте и цистоденопопилому. Требуются специальные навыки. Кроме того, на срочной биопсии часто является невозможным определить инвазию папиллярного рака в прилежащую ткань молочной железы, потому что нужно исследовать большое количество кусков. И эта задача откладывается на исследование операционного материала. Особую сложность представляет внутриоперационная диагностика неинвазивного рака. Вы видите неинвазивный протоковый рак, то есть карциному инситу, с множественными лимфоидными инфильтратами у периферии комплексов опухолей, в которых чаще всего и прячутся инвазивные составляющие опухоли. И часто достаточно сложно исследовать даже удаленную исследованию операционно на погруженных формалин срезах, и требуется даже проведение дополнительной вырезки, чтобы окончательно убедиться, есть ли инвазивная составляющая у этого рака или нет. И еще важно помнить, что в молочной железе бывает не только рак. Там бывает и лимфома, а это уже совсем другая тактика. Там бывают метастазы меланомы, мы с ними сталкиваемся. Там бывают различные саркомы, и все это требует особой квалификации патолога. Главное правило, которое соблюдают все патологи мира, что если срез не является абсолютно диагностическим в отношении рака, то следует отложить диагноз и решать все сомнения в пользу пациента, и не ставить диагноз рака во избежание необратимых последствий. Следующим этапом взаимодействия является оценка чистоты краев резекции. До 2012 года единого понятия чистого края резекции как такового не существовало. Еще в 2006 году на Миланском консенсусе по органсохраняющему лечению было предложено понятие чистого края, которое мы используем сегодня. Однако еще в 2012 году стандартом Европейского общества хирургов-онкологов был отступ в один сантиметр. На консенсусной конференции 2014 года общество хирургических онкологов и общество Астра было установлено понятие, что негативный край резекции – это отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае. При этом позитивный край резекции коррелирует с двукратным увеличением риска местного рецидива. На это не могут оказать влияние ни благоприятный биологический подтип, ни проводимое гормональное лечение, ни бустовая доза лучевой терапии, ни фракционирование. Это установки Астра. То есть мы знаем сегодня, что позитивный край резекции – это плохо. Мы должны стараться избегать позитивного края резекции. Но что, если позитивный край резекции обнаружится только по залитому материалу? Что делать в такой ситуации? Хотел бы представить вам как информацию для размышления данные о голландском исследовании. Дело в том, что в Голландии с 2002 года действуют национальные рекомендации, которые вводят так называемое понятие фокально-позитивной край резекции. Если на участке края резекции до 4 мм присутствуют клетки карцинома инситу или даже инвазивного рака, в Голландии пациенту не проводится ререзекция по этому поводу. Фокально-позитивный край, как считают там, не нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. Просто подводится бустовая доза на ложе опухоли. В 2015 году на Европейской конференции были представлены результаты ретроспективного исследования в Голландии, проведенного по результатам вот такой вот практики. И оказалось, что среди пациентов, которые имеют фокально-позитивный край резекции, но не подвергаются повторному хирургическому вмешательству, частота местных рецидивов оказывается такой же, как у пациентов, которые изначально имеют негативный край резекции. Но при этом наличие позитивного края резекции во всем мире является основанием для повторного хирургического вмешательства на сегодняшний день. Вот здесь вы видите представленные результаты самого крупного ретроспективного анализа результатов лечения 316 тысяч пациентов в Соединенных Штатах Америки. Оказывается, в 25% случаев в среднем выполняется повторное хирургическое вмешательство ререзекция по поводу позитивного края. По данным различных авторов, частота ререзекции варьирует в очень широких диапазонах от 10 до 60%. Это в ведущих клиниках мира. Естественно, хирурги стараются сделать все от них зависящее, для того, чтобы снизить частоту позитивного края резекции. И в клинической практике уже используются такие методы, как гиперспектроскопия, интероперационная оценка краев резекции по методу УЗИ при исследовании операционного материала, и специальные методы, такие как аппарат магнепроб, который изучает электромагнитный эпиданс ткани, и на основании этого определяет наличие даже фокально-позитивного края резекции. Стандартные методы включают в себя изготовление цитологических мазков, отпечатков с краев резекции. Этот метод обладает достаточно высокой чувствительностью по данным большинства исследований. В этом исследовании была только дольковая карцинома, поэтому здесь несколько отличные цифры, и достаточно высокой специфичностью. Ну и, конечно же, интероперационная оценка замороженного материала. Она используется для оценки кожного края, для оценки вовлечения сосково-ареолярного комплекса. Частоты краев резекции при болезни Педжета характеризуются высокой чувствительностью и высокой специфичностью. И при этом, при всем этом мощнейшем арсенале средств, казалось бы, которые практикуются в ведущих клиниках мира, частота ререзекции колеблется от 10 до 60%, в среднем составляет 25%. То есть этот метод является... Все методы интероперационной оценки частоты краев резекции оказываются достаточно неудовлетворительными по сравнению с оценкой краев резекции по залитому материалу. Существует практика оценки краев резекции методом исследования перпендикулярных разрезов к окрашенному краю и с попыткой оценить расстояние от края окрашенного до опухоли. И существует другая методика, когда исследуются плоские, так называемые, бритые края, при которых выражены артефакты и точность исследования уменьшается. Какие технические трудности при приготовлении срочных биопсий и краев резекции? Во-первых, наличие большого количества жира. Как я уже говорила, это вызывает значительные технические сложности. Во-вторых, наличие хирургических артефактов при резекции, так как при резекции используется электронож, который приводит к коагуляции тканей, при этом становится невозможным различить, например, склерозирующий аденоз и инвазивный рак. Становится невозможным различить гиперпластические процессы в молочной железе друг с другом. Кроме того, существуют и концептуальные трудности, потому что различение гиперпластических процессов сложно для всех патологов мира даже в хороших парафиновых срезах. В то же время точность измерений на замороженных срезах затруднена из-за того, что края резекции жир и ткань опухоли обладают разной плотности и по-разному сокращаются при замораживании. То есть там артефакт уже внесен изначально. Биопсия сигнальных лимфоузлов и интероперационная оценка статуса лимфатических узлов является еще одним из самых важных моментов взаимодействия хирурга и патоморфолога при срочном исследовании. Даже при соблюдении всех принципов выполнения методики Леги Артис и использовании двух одновременно способов локализации сигнального лимфатического узла при помощи, например, красителя и радиофарм препарата частота ложно-отрицательных результатов составляет порядка 10%. При исследовании больше трех лимфатических узлов до 10% ложно-отрицательных результатов. Что же будет, если, например, микрометастатическое поражение будет обнаружено морфологом только в залитом материале? И уже по факту вам скажут, что в сигнальном лимфатическом узле был микрометастаз. Было проведено исследование ABC-SG, которое было направлено на оценку как раз-таки роли микрометастатического поражения в сигнальных лимфатических узлах. При опухоли меньше или равной 5 см без поражения лимфоузлов пациентам выполнялась процедура биопсии сигнальных лимфоузлов и при обнаружении микрометастатического поражения без экстракапсулярного распространения таких пациентов рандомизировали на полное выполнение акселярной лимфодисекции либо наблюдение. Оказалось, что общая частота событий в обеих группах пациентов идентична. Безрецидивная выживаемость пациентов идентична. Общая выживаемость пациентов идентична. Еще одно исследование NSABP-B32 включало одной из дополнительных целей это определение значения так называемых оккультных метастазов, которые не были обнаружены в ходе исследования операционного материала, но тем не менее были обнаружены впоследствии при исследовании залитого материала и при выполнении иммуногистохимического исследования с окраской нацитокератины. Это дизайн исследования. Вот результаты выживаемости пациентов. Общая выживаемость пациентов с оккультными метастазами и без этих оккультных метастазов опять-таки не различалась. Безрецидивная выживаемость с оккультными метастазами и без них не различалась. Из этого можно сделать вывод, что при микрометастатическом поражении сигнального лимфатического узла акселярная лимфодисекция может не выполняться Но что же делать, если по результатам исследования операционного материала залитого препарата морфолог обнаружил макрометастаз Что такое макрометастаз? Очаг больше 2 мм в наибольшем измерении – это уже макрометастатическое поражение А при срочном исследовании весь лимфатический узел абсолютно нереально подвергнут тотальному изучению Какое это влияние окажет? И что делать хирургу, если он выполнил биопсию сигнальных лимфоузлов а по исследованию залитого материала получил заключение о наличии макрометастатического поражения? Американское исследование ACOSOC-Z11 было построено с целью оценки роли изолированного метастатического поражения сигнальных лимфатических узлов При биопсии у пациентов с поражением от 1 до 2 сигнальных лимфатических узлов им проводилась органсохраняющая операция с последующей дистанционной лучевой терапией и они рандомизировались либо на выполнение акселярной лимфодисекции, либо наблюдения И опять-таки оказалось, что выживаемость пациентов в обеих группах вне зависимости от того, выполнялась акселярная лимфодисекция этим пациентам или не выполнялась, она оказалась абсолютно идентичной Гистологическая оценка лимфоузлов все-таки необходима, так как клинически невозможно точно предсказать их метастатическое поражение И с конца 90-х годов концепция сигнального лимфоузла была применена к раку молочной железы с целью сокращения акселярных лимфодисекций При этом исследуются первые лимфоузлы по пути движения лимфы, в которых можно ожидать опухолевые депозиты Ключевым по-прежнему является макроисследование То есть мы рассекаем лимфоузел и в случае видимого метастаза, естественно, исследуем этот фрагмент Ситуация меняется, если мы ничего не видим В таком случае мы делаем несколько срезов замороженных Рекомендуется минимум на двух уровнях, но мы стремимся к тому, чтобы исследовать срезы на трех уровнях Далее оцениваем метастазы и распространенность опухоли за пределы капсулы лимфоузла Вот пример исследования нескольких срезов лимфатического узла Где на нижнем срезе метастаз не обнаружен На среднем появляются подозрительные участки А на третьем обнаружен микрометастаз Вот показываю В этом лимфоузле нет ничего, а в этом микрометастаз в капсуле Бывает ситуация, когда не удается на срочном исследовании Разрешить свои сомнения относительно природы клеток, которые мы видим В таком случае по уже исследовании залитого материала Проводится иммуногистохимическое исследование Как в данном случае было подозрение на том, что имеющиеся в лимфоузле клетки Вот эти являются метастазом долькового рака При иммуногистохимическом исследовании мы не выявили Окрашивание панцитокератинами в коричневый цвет И это, по-видимому, макрофаги, которые имитируют метастаз Вот так выглядит микрометастаз в паренхиме лимфоузла Всего в 2015 году в нашем институте было исследовано методом срочной биопсии 442 лимфоузла И в 11 случаях было выявлено несовпадение диагноза срочной биопсии При сопоставлении с исследованием парафиновых блоков При этом ложноположительных результатов не было А ложноотрицательные, то есть когда метастаз был, но его не увидели Был связан в двух случаях с ошибками интерпретации А в семи случаях эти метастазы были выявлены только при исследовании плановым парафиновых блоков И в двух случаях сведения о находках на срочной биопсии Не были включены в окончательное операционное заключение И это проблема оформления документации Чтобы позвольте подытожить, донести те идеи, которые мы хотели в сжатой форме Ключевые сообщения таковы Первое. Срочное гистологическое исследование не должно являться рутинным методом постановки диагноза Позитивный край резекции это не поражение при Waterloo Срочное исследование краев резекции не точно Поэтому ререзекция в ведущих клиниках выполняется от 10 до 60% случаев Имеет ли смысл интероперационно определять частоту краев резекции, если вероятность ошибки настолько высока? Если поражение лимфатического узла не было обнаружено интероперационно При том, что исследовано более трех лимфатических узлов То показаний к повторному хирургическому вмешательству и выполнению акселярной лимфодиссекции По сегодняшним представлениям у пациента нет Большое спасибо за внимание Я должен коротко подытожить то, что было сказано на сегодняшнем заседании Я считаю, что мы послушали 4 хороших доклада, касающихся актуальных вопросов лечения рака молочной железы И, скажем, начиная от первого до четвертого доклада Все было показано, что все не так просто И нам еще предстоит много работать Для того, чтобы точно выработать эту тактику и показания К органосохраняющим операциям при лечении рака молочной железы Это требует усилия как морфологов, так и радиологов, так и лучевых терапевтов И, разумеется, химиотерапевтов И я считаю, что правильно здесь было приведено выражение Николая Николаевича Петрова Что каждый больной – это единственная для себя личность уникальная А не просто какой-то отдельный случай И вот пока мы не поймем, что каждый больной – это не случай, а именно больной И мы не научимся использовать все наши методы для того, чтобы именно это сделать Мы, так сказать, не достигнем победы Так что перед нами еще громадное поле работы Я думаю, хватит работы не только нам, но и нашим внукам Спасибо 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 Спасибо